Приветствую вас уважаемый трейдер, на связи Влад Гилко. Я рад приветствовать вас в новом видеокурсе, который посвящен Fibonacci. Данный курс полностью посвятит вас всему, что связано с Fibonacci именно при торговле на рынке Forex. Поэтому данный курс, я думаю, будет вам очень полезен и досмотрите его до конца. Итак, начнем мы с самого начала. Это будет у нас последовательность Fibonacci. Что такое последовательность Fibonacci? Это ряд чисел, в котором каждое следующее число представляет из себя сумму двух предыдущих чисел. Итак, мы смотрим. У нас идет число 1, затем к 1 прибавляем еще 1, будет 2. Затем 1 плюс 2 у нас будет 3, затем 2 плюс 3 будет 5, 3 плюс 5 будет 8, 5 плюс 8 это 13. И так далее. Значит, здесь я вам показал, как данная последовательность строится. И здесь мы уже видим готовый ряд, готовую именно последовательность, которые пользуются при расчетах коэффициента Fibonacci. Итак, давайте посмотрим, что же такое коэффициент Fibonacci. Он нам нужен для того, чтобы строить на рынке Forex уровни поддержки, сопротивления и уровни взятия прибыли, примерные цели от тренда. Итак, коэффициенты Fibonacci. После того, как мы построили ряд по Fibonacci, то есть числовой ряд, он у нас зеленым цветом. И дальше, если мы предыдущее число возьмем из этого ряда и предыдущее число разделим на следующее, начиная с 5, то результат в большинстве случаев будет колебаться вокруг цифры 0,618. Итак, мы смотрим, как это мы делаем. Например, мы берем 13, делим на 21. 21 делим на 34. 34 делим на 55. И здесь вы видите, что я сделал то же самое. И результат у нас колеблется вокруг цифры 0,618. Дальше мы берем предыдущее число из этого ряда, то есть берем, например, 55 и делим его на число, которое находится через 1 после этого числа. К примеру, мы взяли 55, мы делим его на 144. Если мы взяли 13, мы делим его на 34. Если мы взяли 21, мы делим на 55. Итак, поделив все данные комбинации, мы видим, что все результаты у нас колеблятся вокруг цифры 0,382. То есть или меньше, или больше. Мы видим, что здесь 0,380, 0,381. И мы видим, что все результаты колеблятся вокруг вот этой цифры. Итак, у нас уже есть два коэффициента. Идем дальше. И дальше мы берем два соседних числа и разделяем следующее на предыдущее. То есть мы большее разделяем на меньшее и так далее. То есть мы каждый раз большее разделяем на меньшее. 34 делим на 21. 89 делим на 55. 55 делим на 34. И мы смотрим, что все результаты у нас колеблятся вокруг цифры 1,618. Дальше мы берем любое число из последовательности и делим на позапрошлое. То есть здесь мы брали через одно, а здесь мы берем уже через одно только сзади. То есть на позапрошлое число. Если мы берем 233, мы делим на 89. Если мы берем 144, делим на 55. 21 делим на 8 и так далее. И видим, что результат у нас колеблется вокруг цифры 2,618. Итак, мы получили 4 цифры, 4 коэффициента. И теперь мы можем говорить о коррекциях и расширениях на рынке Forex. Итак, смотрим наши цифры, которые мы только что рассчитали. И мы начинаем их отображать в процентах. Мы видим, что у нас есть столбик уровней коррекции и уровней расширения. Это те самые уровни, которые мы будем использовать при торговле на рынке Forex. Итак, наше число 0,618 мы выражаем в процентах. И это у нас будет 61,8%. Число 0,382 у нас будет 38,2%. Число 0,236 мы взяли после того, как любое число из последовательности поделили на четвертое число. То есть видим, что любое число последовательности мы делим на четвертое. К примеру, мы возьмем 13, поделим его на 55. То есть мы от 13 отчитываем четвертое число и делим 13 на данное число. Если возьмем 21, к примеру, возьмем 21, отсчитываем четвертое число. 21 первое, 34 второе, 55 третье, 89 четвертое число. Делим 21 на 89 и у нас получается число. То есть если взять несколько раз, поделить данную последовательность, то есть постоянно число делить на четвертое, то у нас получатся результаты, которые будут колебаться вокруг цифры 0,236. Также мы это число будем использовать при торговле и при построении коррекций Fibonacci на рынке Forex. Данное число выражаем в процентах, 23,6%. Дальше у нас идут уже уровни расширения. Значит, это были уровни коррекции, теперь уровни расширения. Помним наше число 1,618. Выражаем его в процентах 161,8. И 2,618. В процентах 261,8%. Итак, вот это самые главные цифры, которые используются при построении коррекций, расширений. То есть на данных уровнях у нас происходят отскоки. Мы можем выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты. Значит, данные уровни очень сильно и широко используются при торговле на рынке Forex. Итак, в следующем уроке мы поговорим с вами, как правильно строить данные уровни коррекции, данные уровни расширения. И поговорим с вами о нескольких инструментах, которые используются на рынке Forex по Fibonacci. Итак, до связи. Продолжение следует...